И снова в сезон. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. Говорим о новом юбилейном 165 сезоне в Театре драмы имени Горького. В гостях у меня главный режиссер театра Валерий Гришко. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Гришко, сразу о юбилее, наверное, рано говорить, да, к нему уже, наверное, нужна какая-то... Ну, такой промежуточный юбилей. Ну, все равно, пятерочка. Пятерочка, да. 165 лет, да. К нему нужна какая-то подготовка. Я знаю, что сезон открылся 17 сентября, но уже до начала сезона, до открытия, уже все приехали, все вышли и начали усердно работать, репетировать. Чего там делаем? Да, дело в том, что мы открывались «История лошади», это последняя премьера прошедшего сезона, а это мюзикл с танцами, с песнями. И поэтому приехал постановщик спектакля, хореограф, знаменитый Сергей Грицай. И он целую неделю до начала сезона, целую неделю с утра до вечера все это дело снова восстанавливал. Поэтому они встретили сезон на пике формы. Ну, ребята, наверное, как, что говорят-то, что, о-о-о, опять, да, все эти танцевальные... Нет, он влюбил в себя актеров, влюбил и тот результат, который в результате получился, потому что можно влюбить себя в процессе репетиции, а потом получится никакой спектакль. В данном случае и работа была тяжелейшая просто, но достаточно сказать, что он этот проект хотел делать в Омском театре, и там артисты отказались. Они говорят, мы не можем, мы не потянем, мы физически просто не можем. Но за счет того, что у нас молодое поколение, и не одно, первый выпуск, второй выпуск, третий, ну, и там, и актеры старшего поколения участвуют в спектакле, в общем, и ваш папа. Есть такое дело. То здесь все пошло совсем по-другому, и проект удался. Вот приезжали эксперты из «Золотой маски», посмотрели спектакль, и наши коллеги, режиссеры приезжают. Ну, это такое знаковое событие, эта постановка. То есть мы лошадь подаем на «Золотую маску», да? Мы подаем два спектакля. Нет, два спектакля у нас заявлены. Лошадь подает, мы можем только один подать. Мы подали еще раньше, до выпуска «Лошади», побег из Шаушенко. Переезжали очень высоко оценили. Дальше будем смотреть там в ноябре-декабре, когда экспертная комиссия скажет, там, идет в номинацию, там, как он, лонг-лист или в шорт-лист. Нет, в шорт-лист уже, да. В шорт-лист. Или же не идет. А «Лошадь» появилась позже, «История лошади», и, слава богу, «Союз театральных деятелей». «Самара» имеет право тоже на выдвижение. И они выдвинули ее в номинации музыкального спектакля. А Шаушенко идет как драматический. Слушайте, ну здорово, хорошо. Хороший выбор, мне кажется. Я знаю, что еще идут репетиции, сейчас начались нового спектакля. Вовсю четырех новых. Четырех? Я только про один слышала. Рассказывайте. Нет, во-первых, сам Гвоздков, значит, руководитель театра, репетирует два спектакля. Параллельно. Да, он решает так, какой раньше будет выходить, это же там много параметров. Вот, и он репетирует. У нас появится еще один Толстой в афише. Прекрасно. Только не Лев Николаевич, а наш земляк Алексей Николаевич Толстой. Это пьеса «Косатка». Изумительная, прекрасная пьеса. Вот он ее репетирует, а параллельно спектакль, вообще с которого начиналась его творческая биография, которая принесла ему такую всероссийскую известность, когда он был еще дипломником, студентом. Он поставил «Старый дом Казанцева». Это очень хорошая пьеса. Вообще сейчас есть тенденция возвращаться к той драматургии, к Вампилову. И в нашем, в этом сезоне не только будет «Казанцев. Старый дом», но и я репетирую спектакль по пьесе, по повестю. Есть пьеса «Рощина», а есть повесть «Рощина», которая называется «Роковая ошибка». Интригующее название. Когда-то он шел в нашем театре, когда-то мне рассказывают просто давно-давно, в 80-х годах. Но вот сейчас мне дали ее просто прочитать. Я в конце уже не мог ее читать, я ее читал вместе с актерами, у меня просто слезы текли. Да ты что? Да, но это прекрасная вещь про молодежь, нисколько не устарела. Более того, мы не будем даже делать ретро-спектакль, потому что там все то же самое. История молодых девчонок, история любви, история ошибок, роковых ошибок и так далее. Все очень интересно. И потом это настоящий драматург. Тот, который написал и Валентина, и Валентина, и Старый Новый Год. Ну, Михаил Рощин, короче, знаменитая страница советской драматургии. Параллельно я, чтобы не отставать от Гвоздкова, репетирую тоже второй спектакль. Два спектакля. А потому что денег нет приглашать дорогих режиссеров. Вот Сергея Ивановича Грицая мы пригласили, и на этот проектище потратили 7 миллионов. Это очень много для любого театра. Для нашего, который получает дотацию всего 40, сам много зарабатывает, но это не спасает. Вот у меня листочек лежит. Если потом будет возможность, я вам расскажу. Про экономику тоже, да, поговорим. Да, поговорим. Про спектакль очень тоже хочется узнать второй какой. Значит, второй спектакль, это, я всех всегда проверяю, так сказать, навшивость. Говорю, это будет Селлинджер. Все говорят, а, над пропастью воржей. Я говорю, нет. Нет, а что вы еще знаете у Селлинджера? А второе никто не читал. А второе никто не знает. У него масса новелл, масса повестей небольших, огромный цикл повести о глазах, допустим. Кинорежиссер, у которого я снимался, подсказал мне эту идею, Теймурас Эсадзе, я снимался у него в фильме «Две зимы и три лета по Абрамову». Он говорит, он даже мне дал свою, для кино он так планировал, инсценировку. Есть такая новелла у него, очень такая трогательная и такая селлинджеровская, не похожая ни на что, потому что это автор со своим стилем, со своим мироощущением, что видно, допустим, над пропастью воржей. Это опрокинутый лес. История поэта, история любви поэта и очень необычная развязка, финал этой истории. В общем, мы уже... Заинтриговали, прочитать, уже хочется найти и прочитать. Все придете, посмотрите. Обязательно. Получается, вся труппа занята, да? Да, плюс еще мы приглашаем молодую, молодого режиссера, молодую режиссершу. Женщину, может быть, ставить. Выпускника, да. Выпускника курса Фельштинского в Петербурге. Я съездил, посмотрел. Мы вообще уже несколько лет мучаемся поиском молодого коллеги, который будет рядом с нами. И все опыты, к сожалению, были не очень удачные. Но, надеемся, в этом году, может быть, повезет. Слушайте, ну, по-моему, девушки у нас в нашем театре драмы не ставили, ну, давно. У нас идут спектакли в постановке, допустим, Елены Санны Лазаревой «Яма». Ну, Елена Санна, она является и актрисой нашего театра, и педагогом, и это не в счет, это не считается. И, в общем, художественным руководителем все равно были мы с Гвоздковым, но, в принципе, это Елена сделала самарский так. А так женская режиссура, наверное, давно, но самарская сцена не видела, да, наша? Женская режиссура давно не видела. Ну, слово «женская режиссура» не надо говорить, потому что если будет «женская режиссура», режиссура в исполнении женщины, а женская режиссура – это в нашей среде это такой, ну, как женщина-водитель за рулем говорит. Это оскорбительная вещь? Это может человек обидеться? Ну да, потому что если это слишком сентиментально, если это вот не вообще про человека, ну, тогда даже в кино мы знаем, там, если мы возьмем Киру Муратову или, там, Дружина, Светлану, это не женская кинорежиссура. Но это все равно женский взгляд? Ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени, да. Но относительно профессии это должно быть на таком же уровне, как и мужская. Получается, пять спектаклей, которые должны выйти до Нового года? До? Или это именно проект на весь сезон? Что вы, Марьянна, до Нового года мы, я не знаю, вообще выпустим ли мы, я же говорю, мы должны с долгами рассчитываться, которые мы накопили, и с актерами, потому что мы платим сейчас им голую зарплату, а те надбавки, которые мы все оплачиваем, мы будем выплачивать вот постепенно, чтобы, в общем, быть честными. Ну и тут нужен зритель, который, да, не оставит вас в беде, и будет ходить и создавать аншлаги. Вот у меня листочек, мы плавно, может быть, перейти. Передо мной вот самые-самые такие известные театры. Новосибирские два, Красный факел, когда-то я там руководил этим театром, Глобус, Омский знаменитый, Нижегородский, Саратов, Саратовский Тюз, Ярославский театр, Волково, Краснодарский, Красноярский, Тюменский, Иркутский. У нас больше всех зрителей. У нас их 160, почти, 159 с половиной тысяч, а у этих всех коллег наших, 114, там, 93, 106, 110, 134, 121, до нас никто не дотягивает. При этом у многих две площадки. У нас практически нет малой сцены, у нас на 50 мест. Ну, небольшая, да, там камерная сцена. Ну, это как бы экспериментальная сцена, она не то, что не дает ничего, кроме 50 зрителей, это совсем немного, а в других театрах малая сцена, 200, 300, а то и 400 мест, вот в том числе и в этом. Ну, отсюда мы как раз плавно перетекаем к вопросу о реконструкции, который поднимался не один год, о том, что театр нужно поддержать и как-то внутри не перестраивать, конечно, но тем не менее какие-то вводить там. Вопрос этот стоит не первый год, и он состоит из двух частей. Первый – это где найти деньги на реконструкцию и так далее, но надеюсь, что все это будет. А второе – где мы будем жить во время, где мы будем работать во время реконструкции. Поэтому параллельно вот у нас будет такой выезд в Струковский сад, мы будем с Николаем Ивановичем Меркушкиным, с Министерством культуры Сергеем Васильевичем просто обсуждать вопрос, что, может быть, сначала построить второе здание для театра, вторую площадку в Струковском саду, полноценную площадку, потому что у нас такой репертуар, что мы задыхаемся, не имея малой сцены. И мы вот хоть завтра, если вдруг по большинству возникнет этот театр, мы можем спокойно работать на двух площадках и там, и там. Потому что очень много спектаклей, которые идут один-два раза в месяц, а есть, которые идут раз в два месяца, потому что нет возможности. Их много, и все жалко. Мы начнем какой-нибудь спектакль списывать тут же в интернете. Какое вы право имели убрать этот спектакль? Это наш любимый спектакль. Поэтому если он живой, если он не умирает собственной смертью, то тогда, конечно, его нужно играть. Нужно играть, но у нас такой полноценной возможности сейчас нет, и находим ее с огромным трудом. И вторая площадка, во-первых, она дала бы возможность перезимовать какое-то время, работать на этой площадке, а параллельно будет реконструироваться театр. Но она бы осталась, потому что площадка. А потом в будущем, конечно, достаточно сказать, что за годы советской власти, скажем так, и постсоветской, мы не построили ни одного театра в Самаре. Ну что это такое? Это вот только надежда на Самар, они откроют свое новое здание. Но это не новый театр, это просто новые здания, они уйдут из этого. Ну это как с театром кукол, наконец-то. Это тоже новое здание, нормальное. Вот, вот так. Артисты чего говорят? Они-то готовы к таким преобразованиям? Они хотят побольше работать? На том мы и руководители театра, чтобы артисты на своей шкуре ничего не почувствовали. Если брать опять же этот список театров, то вы увидите, что зарплата наших актеров в полтора или два раза выше, чем в других театрах. Потому что актер – это человек такой профессии, который обязан себя поддерживать в форме, который, если он выйдет на сцену без зубов, то никакого эстетического удовольствия зритель не получит. А это все дорого сегодня стоит. Поэтому, кроме того, половина примерно трупы, ну не половина, но где-то, наверное, 30-40% снимают квартиры, потому что приходит молодежь, они же из разных городов приезжают учиться, и они вынуждены платить за квартиру. Поэтому это тоже входит в зарплату, чтобы они не почувствовали это на куске хлеба своем, на возможности вот себя восстанавливать, ухаживать за собой и быть в хорошей физической и творческой форме. Ну это говоря об экономике, есть ли варианты, рассматриваются ли варианты о том, чтобы ставить спектакли, ну вот, малой кровью, что называется. То есть дорого что? Дорогие костюмы, дорого декорации, да, дорогая оплата работы приглашенного режиссера, да. Вот. Рассматриваете ли в целях экономии как раз, да, сейчас же все экономят, все там констовары сокращают, бензин и так далее. Можно ли все-таки выпускать то же количество спектаклей, да, находиться... Марина, это будет все равно, что сказать композитору, поменьше нот пишите, да, потому что оркестр у нас маленький. Каждое произведение требует своего решения. И оно диктует. Где-то это будет очень, может быть, скромно. Допустим, оба моих спектакля, которые я пятирую, и «Селлинджер», и «Роковая ошибка», наверное, они не потребуют больших затрат, потому что там нет этого. А, допустим, «Старый дом», который Гвоздков делает, там должен быть старый дом. И в этом весь смысл, потому что это и жизнь, и вся история этих людей. По твоему роду, где на сцене построить дом, это недешево. Ну и «Косатка», естественно. Потом мы приглашаем хороших художников, которые стоят дорого. Плохого пригласишь, потом это тебе же хуже будет. Конечно, да. Вот у Гвоздкова я уже видел на «Косатку» Алексея Толстого макет декораций. Изумительная красота, изумительно впечатляющая, потому что Орлов – это гениальный художник. Орлов, по-моему, это лучше… я еще не видела никого, наверное. Ну да, просто «намба-ван», как говорится. И слава богу, что это наш друг многие-многие-многие годы, и он готов сотрудничать с нам, отказываясь или параллельно, но не забывая, никогда он не отказался ни одного проекта. Там и мои варвары в его оформлении, и Шаушенко у Гвоздкова. И каждый раз это новый, совершенно не похожий на себя Орлов. И история лошади, и Грицай с ним работает, и слава богу, что Александр может с нами работать. И плюс к этому другие – и Володя Филер, и Олег Головко. Они все сейчас в международных проектах. Звонишь, ты где? Я в Германии выпускаю спектакль, я во Франции, я в Италии. Ну, получается, мы тоже от доллара зависим, да, даже те же стройматериалы для декораций, да, это все равно завязано на товаре. Все стало, вот как наши, я когда пенсию, я же пенсионер, когда я получил ее три года назад, она была там 400 долларов. Хорошая пенсия, но за счет кино, естественно, а не за счет работы в театре. 400 долларов. Потом она прибавлялась, 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 потом грохнулось все, и я получаю снова 400 долларов. Вернулись. Хорошо, что о кино тоже сами заговорили, потому что хотелось бы спросить, как ваше-то лето прошло, куда ездили, какие проекты были по кино. У меня было три проекта, они все три разные. Был криминальный фильм, с Гуськовым в главной роли мы встретились, первый раз с ним вместе работали. Вот. Почему я про него именно говорю? Потому что, когда была вот эта история с Севиркиным, с Левиафаном, вдруг он мне написал такое мощное письмо в поддержку, и это было очень неожиданно. Говорит, давайте как-нибудь встретимся, потрещим о жизни. Ну, я ему написал ответ, и, ну, неудобно все равно. Спасибо за поддержку, но не стал там звонить, приезжая в Москву, давайте потрещим о жизни. А тут встретились на площадке, и когда он увидел, он говорит, у меня аж, ой, вот, наконец-то мы встретились, поработали. Да, это фильм «Личность не установлена», такой интересный, криминальный фильм, но на хорошем уровне, не такие тупая стрелялка-догонялка. Потом был мелодрама, фильм, мелодрама, БЖЛ, как мы его называли, «Блестящий жизнелепесток». Вся моя радость была не то, что я там в нем снялся, но я сыграл какого-то олигарха в очередной раз, роль интересная. А то, что я наконец-то пристроил двух своих артистов туда. Ой, слушайте, как хорошо. Да, Наташка Ионова сыграла, Наталья Ионова, наша звездочка, сыграла роль, вторую главную женскую роль. И Сережа Ведрашку постоял и сыграл какого-то рабочего, и даже с двумя фразами. Ну, тоже хорошо. Тоже неплохо, «Лиха беда начала». Замечательно. Вот. А третье, а третье для меня самое интересное, это один съемочный день. Но какой? До него я трижды приезжал на грим, до него там велись переговоры, до него там все оценивали. Это студия Бекмобетова, Базилевс, и все решали, кто, кто, может, не может, может, не может. Потому что это была роль Леонида Ильича Абрежнева, генерального секретаря ЦК КПС. И утвердили, и сыграли. И отвердили, и сыграли, и всю ночь снимали в Кремлевском дворце съездов, да, там одна сцена. Самое смешное, что эта сцена была, когда мне сказали, я приехал, говорят, Брежнев, Брежнев, там, брови, прическа, там, волосы, ну, в общем, грим. Я говорю, а что за сцена? Они говорят, а эта сцена, фильм снимается про космос, про Алексея Архиповича Леонова, его будет Евгений Миронов играть. Вот, и сцена, где Брежнев сидит и разговаривает с Королевым. Я говорю, с кем? Они говорят, с Королевым. Я говорю, ага, понятно, я только что сыграл главную роль Королева. Но в результате теперь я играю Брежнева, а Владимир Ильин играет Королева, и я с ним уже в роли генерального секретаря. Слушайте, расскажите про грим тогда в двух словах, потому что, ну, вот так вот не похож ведь. Я не знаю, у меня с собой есть все фотографии, но можете где-нибудь потом показать. Покажем обязательно. Они очень-очень интересные. Круто сделали, да? Похож прям был? Ну, я многим показываю, они не узнают меня. Они говорят, ну, Брежнев, ну что, Брежнев. Это волшебные ручки гримеров? Гримеры, да, да, да. Когда что это смотреть? Когда что планируется? Не знаю, они сняли 80% фильма уже, у них сложные съемки были, потому что меняли режиссера. Потому что Бекмамбетов, продюсер Бекмамбетов и сам Женя Миронов, они очень требовательно, жестко к всему относятся. Сменили одного режиссера, сейчас другой режиссер. Много там чего-то, такая картина, наверное, непростая. Потом огромное количество комбинированных компьютерных, компьютерной графики. Вот, ну, 80% сняли, сейчас заснимают, потом монтаж. Ну, я думаю, к Дню космонавтики мы это и увидим. А другие два проекта, вот это же все полнометражное, или что вот мелодрама это был какой-то? А другие, мелодрама, вот сейчас я еду, у меня будет озвучание, я у них узнаю примерно, когда это должно быть. Это две серии. Себя могу не смотреть, но очень хочу посмотреть Наталью Ионову. На ребят, да, конечно. Я ее предлагал на много проектов, и вот что-то не схлопывалось. То режиссера заменят, то вдруг навяжут дочку какого-то там. Это все еще продолжается, да, частые случаи? Да, ну, все, кино есть, кино. И продюсеры говорят, нет, вот должна вот дочка вот этого сниматься. И потом снимаешься с этой дочкой и думаешь, убил бы тебя. Лучше бы Наталья Ионову была здесь. Я ее продавал, продал, наконец получилось, слава богу. И сейчас ей заинтересовались, надеюсь, может, у нее... Наталья эффектная, красивая очень девушка, я думаю, что будущее есть. У нее и у других. Вчера, кстати, была встреча с Урсуликом. Да, я знаю, у нас тоже Юлия Черняева была, наш корреспондент. Вот, мы, значит, лично познакомились, хотя он говорит, да, да, я вас знаю. Ну, он знает, потому что я маршал Жукова играл, а у него был Меньшов маршал Жуков. И, конечно, он смотрел картину Шахназарова хотя бы поэтому. Вот, и я ему говорю, у меня, Сергей Владимирович, корыстный интерес. Я хочу, чтобы вы наших молодых актеров посмотрели. Ну, и не только молодых, а просто он говорит, так, дал мне, значит, электронную почту, присылайте всех, значит, там мои кастинг-директора будут рассматривать. Вот, так что, может быть, еще у кого-то сложится судьба. А продюсерский центр Валерия Гришко, может быть, откроем, и вы будете уже... А он как бы есть. Только я за деньги такие вещи не делаю, потому что тут больше, чем деньги. Это судьба наших учеников, детей, которых мы ввели в эту профессию, и по мере возможности должны вести по этой профессии. Ну, я так понимаю, если вы это делаете, не стыдно за тех, кого вы туда пытаетесь? Ну, я думаю, что в процессе обучения те, за которых было бы стыдно, они просто уже не идут в эту профессию и, может, находят себя в других каких-то интересных, хороших вещах. Так оно и есть. Вернусь немножечко к спектаклям, которые планируются к выпуску. Вот, коль уж у вас такое, ну, негласное соревнование с Вячеславом Алексеевичем пошло, все-таки есть желание опередить и первым премьеру нового сезона выпустить? Или наоборот, посмотреть, что сделает Гвоздков? Вообще даже как бы это не рассматриваться, есть желание сделать хороший спектакль. Вот и все. Тем более, что оба мы сначала... Вот я делаю там какую-то промо-версию сначала такую. Делаю только со студентами. Потому что в конце этого года они заканчивают обучение, хотя они уже артисты, они играют из «Завтра была война» и другие спектакли. Уже три спектакля у них своих было. Плюс они в других спектаклях заняты. Они уже, в общем, в профессии серьезно. Но у них предстоит в конце обучения, так же, как ездил курс Натальи Ионовой, скажем так, и Сергея Ведрашку, и всех остальных, ездил на «Твой шанс в Москву» на фестиваль дипломных спектаклей студенческих, так же, как ездил курс следующий, на котором и Володя Морякин учился, и Катя Соловьева, и все другие замечательные ребята. Они ездили с «Водевилем беда от нежного сердца». Так же и эти должны поехать. Поэтому я знаю, что эти потом два спектакля должны стать в репертуаре театра нормальными, где взрослые играют взрослых. А в студенческом театре нам запрещено вести профессиональных артистов. Понятно? Ну, это правильно, наверное. Правильно, конечно. Ну, зачем в студенческих театрах будут еще поддерживать или соревноваться Владимир Борисов? Мы говорим, давайте мы вам «Завтра была война» привезем. Они говорят, да вы что? А кто играет там Люберецкого? А кто играет Валендру? А кто играет роль вашего папы, директора школы? Мы говорим, профессиональные артисты. До свидания. До свидания. Валерий Викторович, ну, да, остается у нас буквально 20 секунд. Я вам желаю большой удачи. Ждем, конечно, с нетерпением ваших личных проектов, в которых вы снились в качестве актера. Это всегда очень интересно. Включить телевизор и сказать «Наш наш». Наш, да. Это очень здорово. Вот. Ждем, конечно, вместе со зрителями новых спектаклей в Театре драмы имени Горького. И со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Я два слова не могу сказать. Нет, не успеваем уже. Проведите выходные с пользой. С удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин